Утренний экспресс продолжает свое движение, мы стремимся в новый день, а вот кто-то не очень стремится. Ты почему грустишь и что-то делаешь в телефоне? Да, проверяю. Я недавно заказал подарок своему другу на Новый год. Похоже, что очень сильно задержат доставку, и я вот теперь не знаю, как мне быть. Я думаю, что у нас есть все ответы на твои вопросы. Не у нас, а у нашей гости, директора Екатеринбургского центра защиты потребителей Нина Голубева у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте начнем разбираться, что делать, если вот уже заключили договор, оплатили товар, внесли там 100% предоплату, пусть так, а сроки задерживаются очень-очень-очень сильно. Если срок определен, а это правила игры, которые вы согласовали друг с другом, то этот срок должен соблюдаться. Да? Ну, это понятно. Да. А если он нарушается, то у потребителя есть право сказать, нет, все, я больше не хочу, я пойду куплю в другом месте, я не готов ждать, либо сказать, окей, хорошо, я переношу срок, но при этом я хочу, чтобы вы мне заплатили неустойку, ту самую, которая установлена с законом о защите прав потребителей. Есть такая статья 23.1, которая устанавливает обязанность продавца, вообще даже в беспретензионном порядке, так предполагается, выплатить неустойку 0,5% от суммы аванса за каждый день просрочки. Но неустойка не должна быть больше, чем 100% от этой самой суммы аванса. Аванс может быть 100% от цены товара, да. Поэтому неустойка большая, неустойка красивая. Ну, это вот когда мы все сделали правильно, заключили договор, а если речь идет про маркетплейс, где мы вроде никакой договор не подписываем? Ну, как это? Подписываем? Конечно. А как мы это делаем? Конечно. Вы говорите, да, я покупаю. Продавец говорит, окей, я продаю. Или наоборот. Продавец говорит, я продаю, вы говорите, хорошо, я покупаю. Оформляете заявку, да, или там, например, заполняете форму, и вам приходит подтверждение. Да, мы тебе передадим. И в этом подтверждении должно быть описание товара, когда мы говорим об интернет-продаже. То есть вы должны понимать, что вы заказали, да. Это может быть какие-то свойства товара, модель, марка, артикул, ну, наименование, конечно, платье, пальто, сотовый телефон и так далее, да. И срок. Срок – это существенное условие, ведь мы всегда предполагаем, да, что мы хотим получить товар в какой-то определенный период. Поэтому, да, срок – это тоже существенное условие. Поэтому тем самым вы заключаете договор. Ознакомились, получается, с характеристиками товара, посмотрели сроки, мы с ними согласились, продавец нам пообещал, обидался. Скажу еще одну страшную фразу, которую все не любят и, как правило, не соблюдают. Нужно еще прочитать условия купли-продажи, аферту так называемую. Как правило, она располагается где-то на отдельной странице на официальном сайте маркетплейса, а вот там вас могут ждать чудеса. У нас, знаете, как бывает, вот иногда продавец говорит в переписке, да, я тебе привезу товар в течение недели 100%, а там в условии, внутри, далеко, полгода. Ого, ничего. Это вот эта самая нашумевшая история суваров-бюро, да, полгода в аферте. Поэтому желательно тоже читать, но когда вы общаетесь с известным маркетплейсом, да, их у нас не так много, да, крупным маркетплейсом, как правило, у них правила игры очень открытые, понятные. И если вы всегда или часто заказываете у одного продавца, ну, тоже на досуге, скоро праздник и времени много, почитать условия бы желательно. Да, вот сейчас, кстати, многие сталкиваются с такой историей, что вроде как даже и привезли тебе этот товар, то есть тебе пришло сообщение, он доставлен в пункт выдачи, но он там где-то застрял, то есть именно получить вы его не можете. Что в этом случае? Да, работники говорят, не успели распаковать, да, но это на самом деле нарушение, безусловно, это очень плохо, это очень нехорошо, и мы уже обращали внимание нашим пунктам выдачи, да, кто работает в Екатеринбурге, уже говорили о том, что, ребят, ну, надо как-то устраивать. Так, чтобы такого не было, да, то есть нанимать дополнительных работников, в конце концов, выходить работать ночью, распаковывать, ведь вы должны предполагать, что такая история случится, раз вы такое количество заказов подтвердили для получения в своем пункте. Что делать? Та же самая история, но только в любом случае претензию это вы предъявляете продавцу, а вот продавец пусть разбирается с маркетплейсом, с пунктом выдачи и так далее. Вот, поэтому мы что рекомендуем всегда делать, да, первое, что нужно сделать, уточнить, кто является продавцом, и написать два обращения и на маркетплейс, потому что у них есть своя система урегулирования конфликтов, свой регламент, и продавцу обязательно, давай-ка ты там, да, пошевелись, да, давай-ка ты погрызи пальцем пункту, потому что мне это платье нужно сегодня, мне подарок нужен сегодня, потому что сегодня я иду отдыхать, или сегодня я иду вручать подарки. Ведь праздники, мы же понимаем, почему мы переживаем, волнуемся, правда? Как правило, это либо подарки, либо то, чем мы хотим удивить наших гостей, родных, близких коллег. А какие максимальные вообще сроки задержки могут быть? Это предусмотрено? Их вообще ноль, они не должны быть, эта задержка быть не должна, договор должен исполняться своевременно, добросовестно и так далее. А вот, ну, на нашей вот памяти, если вспомнить, у нас были задержки и больше, чем полгода в передаче товара, увы, к сожалению. И потребитель, если у него есть возможность, он ждет. Ну, нас всегда удивляет такая позиция потребителя, потому что если задержка такая большая, вот, на мой взгляд, уже больше месяца, это уже повод задуматься, а будет ли вообще договор исполнен, и не стоит ли потребовать вернуть деньги. А можно ли еще получить какую-то компенсацию в таких случаях? Ну, вот, неустойка 0,5%, да, от суммы аванса за каждый день просрочки, убытки, если вы их понесли. Ну, предположим, вы заказали платье, платье не пришло, да, и вы бежите в магазин и покупаете, ну, примерно такое же аналогичное, но оно дороже. Дороже, конечно. В 25 раз. Да, ну да. Вот, ну, поэтому это, опять же, повод, да, предъявить претензию продавцу. Моральный вред, давайте тоже об этом не забывать. Так, категория, которую очень не любят наши продавцы и исполнители, но тут та категория, которую любят потребители. Они говорят, ничего себе, я уже настроилась, я подобрала туфли, да, там, макияж соответствующий, я уже придумала, я уже погуляла, да, вот там у себя внутри, а платья нет, да, или, да, вот мой друг, я же так хотел ему подарить подарок, я уже ему рассказала, и он ждал, и мне было неприятно, больно, обидно, и расстроился, и Новый год теперь не в радость. Ну, на самом деле, маркетплейсу не должно быть вообще какое-то дело, почему нам не нравится, что сроки задержаны, вот у нас есть планы, у нас есть конкретные желания, и, извините, пожалуйста, вы обязались, пожалуйста, сделайте все в срок. Абсолютно правильно вы рассуждаете. А вот в случае с моим платьем история вот какая-то, там, понимаете, оказывается, было маленьким-маленьким шрифтом под звездочкой написано, что то, что на фотографии, это лишь, там, стилизация, на самом деле вы покупаете только верхнюю часть платья, а нижняя часть платья не предусмотрена, но это написано вот этим мелким шрифтом. То есть вы покупаете полплатья. Да, да, но это было написано мелким шрифтом и под звездочкой, то есть это я виновата, получается, что я не посмотрела. Вся информация о товаре, она должна доводиться до вас, очень понятно, очень доступно, и если основная информация размещена определенным шрифтом, то ничего мельче и очень важного быть не может, да, потому что потребитель, это же специально делается, чтобы вы не обратили внимания, это первое. Второе, вообще, на самом деле, картинка, да, которая размещена на маркетплейсе, это, опять же, информация о товаре. Мы выбираем, основываясь по описанию, по фотографии, по видео, и это должно соответствовать. Но, поскольку мы понимаем, что, да, цветопередача может быть не та, да, у человека может быть, да, вот какие-то там личные абсолютно требования, которые он сейчас перенес, вроде увидел это, а потом получил и понимает, что я ошибся. Не в вашем, как в вашем случае, да, вас по факту обманули, а я ошибся. Поэтому у нас есть право, любой товар, любой товар, никакого перечня исключений нет, даже технически сложный, даже нижнее белье, даже парфюмерия и так далее, маркетплейсу можно вернуть, но при условии неиспользования, при условии соблюдения товарного вида исключения, только товар, который представляет, который имеет индивидуально определенные свойства и может использоваться только вами. Платье исключительно для вас и больше ни на кого вообще, нет такого человека на планете Земля, который сможет это платье носить. То есть это очень уникальный товар. Поэтому можно вернуть, сказать, нет, все, до свидания. Я думала, оно розовое, оно сиреневое, я думала, оно мягкое, оно твердое, я думала, оно будет радовать глаз, а оно не радует глаз. Но это законно, вот в интернет торговля это абсолютно законно. Почему? Потому что законодатель предполагал, что мы можем ошибиться, а продавец может неправильно передать. Ну, потому что все предусмотреть нельзя, мы же понимаем. Поэтому продавцу нужно понимать, что ему могут вернуть, и в этом нет ничего фатального, страшного. Так как история с тем платьем, которое черно-синего цвета для одних людей, золотистого цвета для других. Да, 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 ну, примерно так. Ну, все, в принципе, понятно, главное не бояться отставить свои права, друзья. У нас сегодня в гостях была директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Енина Головева. Спасибо вам большое, очень здорово, и главное, что очень важные вещи. Да, понятно и полезно. В предыдущих праздников. Вас наступающим, всего самого доброго и хорошего.